Язык Авадьи, ну, называется по области вот этой Ауд или Алада, где он, собственно, распространён. Это север Индии, довольно населённый этот штат, Утар-Прадеш, и некоторое количество также в Непале проживает. Но, к сожалению, совершенно непонятно, сколько разговаривает, потому что официально это считается диалектом хинди. Действительно язык довольно походит на хинди, но отличаются. Оценки где-то 58 миллионов в 2011 году – это оценки учёных. Обычно при переписи в Индии несколько миллионов человек заявляют, что они о Адге говорят, а реально там весь этот район, который на карте, он весь на нём и говорит. На самом деле богатая по культуре территория, и там у них имелись значительная вся местная традиция до унификации хинди. Унификация хинди довольно поздняя, как я уже рассказывал, 19 век. То есть, допустим, 16, 17, 18 века в этом районе создавали многочисленные литературные произведения, так как не было стандарта хинди. Естественно, они на Адге делали на своём диалекте. Сейчас полностью в регионе письменный язык хинди. Хотя они знают, в принципе, свой диалект, могут создавать отдельные поэмы, допустим, на местном диалекте, и отдельные тексты, художественные в основном. То есть, в публицистике, в науке, естественно, в образовании, всё хинди идёт. Используют они письмо Диванагари в той же орфографии, что в хинди практически нет орфографии, то есть, просто фонетическая запись, тут всё нормально. Что касается гласных, я не вывожу табличку, потому что, как в хинди, то есть, противопоставленные долгие, краткие, носовые и неносовые. Согласные вот они, они отличаются тем, что есть придыхательные майна. Как придыхательные ма сказать, я не знаю, что такое на, что-то вот такое. Видимо, это надо ставить специально. Всё остальное, в общем-то, как в хинди тут. Вот, в этой табличке, та же схема. Есть небольшой умлаут, то есть, чередование гласных корней от санскрита остались, но остаточный, не играет существенной роли уже в этом языке. Структурный язык примерно как в хинди. То есть, допустим, различаются мужской и женский род по склонению. То есть, вот, второе и третье склонения только мужской род, четвёртое и пятое только женский, и в первом склонении могут быть оба рода. Единственное множественное число, чуть позже я табличку покажу, падежи, всё те же, то есть, два падежа, прямой и косвенный, и куча послелогов к косвенному падежу, которые его различают. Чётче эти все значения. У личных местоимений есть ещё объектный падеж. Ну, значения примерно всё то же, только послелоги там, ну, по-другому могут произноситься. А так, принципиально, все схемы, как в хинди, идут. Два залога, пассивный залог имеется с глаголом джа. Наклонение. Тоже сослагательное наклонение имеет окончание лица. И в целом эти окончания крас-лица восходят к настоящему времени санскрита. То есть, окончание лиц из настоящего времени перешли в сослагательное наклонение, и оно спрягается по-прежнему. В условном наклонении тоже есть какие-то остатки изменения по лицам в повелительном наклонении. Большинство наиболее активных времён формируются как в хинди, то есть путём сочетания глагола связки с причастием каким-то или с герундием. Хотя в прошедшем времени всё-таки флексии сохранились. Покажу тоже табличку. Различается причём спряжение переходных и непереходных глаголов, разное окончание у переходных и неопереходных глаголов. Ну, вот парадигмы. Это просто вкратце характеризовал систему форм, потом парадигмы. Обычно по такому плану просто языки описываются в языках мира. Ну, вот это, значит, третий и пятый типы. Видно, что тут косвенный падеж и прямой в единственном числе совпадает, а во множественном есть вот окончание an. Да, то есть в хинди было бы on. Ну, честно говоря, в первый и второй типы, просто на соседней странице, ну, примерно та же история. То есть совпадает прямой и косвенный. Косвенный различается только во множественном числе оводы. Определённо. Вот местоимения всяческие. Ну, чуть попроще, да, три падежа. И тут пишут, что в ряде диалектах может просто, допустим, хам употребляться. То есть множественное число вытесняет единственное. То есть не различается единственное множественное число в местоимениях. И, допустим, вместо местоимения первого лица говорят мы. То есть вместо я говорят всё время мы, и вместо вы говорят... А вместо ты говорят всё время вы. Ну, кстати, вот вместо ты говорить вы, это и в русском есть. То есть это бывает. Вот в Ааде в некоторых диалектах тоже так бывает, что форму множественного числа полностью вытеснили форму единственного. Но всё, в целом, всё это напоминает хинди с более простою местами. Местами вот какие-то закономерные отличия. Да, в целом, то есть походит на самом деле на диалект хинди действительно. Ну, вот изменение глагола связки основного хона. Отличается, да, от хинди. То есть вот хам, допустим, а не хун. Ну, в целом, тоже, значит, да, похоже всё, да. Глагол связка сохранил форму различных лиц. И поэтому по связке, как раз, и различают и времена. Вот у них, кстати, сохранились в Ааде другие глаголы со значением быть, индоевропейские. То есть с основой на Абу, видимо, вот это Бат. С основой на Ага сохранилась, вот она. И Рах даже сохранилась. То есть различные другие связки тоже остались немножко. В этом отношении более древний язык. Но в основном дальше все времена, типа, настоящего времени по модели хинди образуются. То есть причастие плюс какая-нибудь форма связки. Поэтому я их тут не привожу. Ну, вот в перфекте остались окончания тоже. Более древнее, чем хинди выглядит язык немножко. Сохранились ряд форм с окончаниями, которые в хинди утрачены. Аналитика изменилась. Вот как выглядит непереходный глагол в перфекте. И вот как переходный глагол. Разные окончания в зависимости от того, от типа глагол. Дальше у меня тут опять идут длинные времена, которые все аналитические. Ну вот синтетические времена. Допустим, будущее время, сослагательное наклонение условное. Вот видны различные типы окончаний, которые все-таки остались. Отличаются от хинди в данном случае. И будущее время другое в хиндии. И, в общем, тут существенное отличие в грамматике. О словообразовании тоже в основном суффиксация. Развиты эти кавузативные глаголы, которые характерны для индийских языков. Для синтаксиса не характерна эргативная конструкция. То есть обычный синтаксис с нашей точки зрения. Только вот в литературном хинде имеется эргативная конструкция синтаксиса. Точно так же множество союзов, сходящих к санскриту главным образом. Те же самые уровни выделяются в лексике. То есть тат-бава, то есть слова, которые восходят к санскриту, но поменялись. Тат-сама, то есть большое количество заимствований санскрита, оно и в оваде есть. Потому что, как правило, все, кто писали хоть на чем-то, их всех учили на санскрите. Поэтому они даже в текстах на родном диалекте, каких-нибудь стишках, стишата там какие-нибудь любимые девушки, они все равно этот санскрит вставляют. Это обычное дело в Индии. Ну, вот в данном случае это я по языкам мира рассказываю. Вот привели примеры арабизмов в оваде, и персизмов, и английских слов. Честно говоря, все эти слова я видел абсолютно в хинде. Я из индийских практически более-менее знаю хинде. Ну, на среднем хотя бы уровне, но слова типа дукан, конечно, на среднем уровне вполне там есть. В общем, я думаю, что примерно вот ситуация, как и в хинде с лексикой. Ну, вот кратко, что можно про этот язык штата Аватах сказать.